Израиль приходит в себя после сильной бури. Наводнения, снегопады и поваленные деревья. Всё это непривычно для жителей страны, где дожди идут нечасто. Впрочем, стихия имела не только плохие последствия. Больше расскажет Сергей Ауслендер. Буря бушевала над Израилем около суток. Синоптики, надо отдать им должное, предупредили о её подходе заранее. Видимо, поэтому удалось избежать серьёзных разрушений, но всё же без последствий не обошлось. Дорога номер 90, которая ведёт курортом Мёртвого моря, затоплена. Все подходы к ней перекрыты разлившимися горными ручьями. В Тель-Авиве и его окрестностях затоплены низины и часть транспортных развязок. Река, которая протекает в центре города, грозит выйти из берегов. Поэтому там на всякий случай прекращено движение поездов. Ливневая канализация в городах не справилась с потоками воды. Рухнувшие деревья повредили десятки автомобилей. Среди людей, пострадавших немного, граждане в большинстве своём вняли предупреждением властей не выезжать на дороги, вообще без излишней необходимости не выходить из дома. Гораздо хуже обстоят дела в палестинской автономии, особенно в секторе газа. Там практически отсутствуют спасательные службы, а много людей живут в ветких строениях, в лагерях беженцев. Всё моё имущество уничтожено. Вода полностью затопила наше жилище. Сейчас там находиться невозможно. Пытаемся спасти хоть что-нибудь, но уцелело немногое. Как мы теперь будем жить этой зимой, я не знаю. А зима, по сути, только начинается. И подобные бури, согласно прогнозам всех тех же синоптиков, ещё будут происходить. Но оптимисты всё же находят и поводы для радости. Вот так, например, на севере страны выпал снег. И единственный горнолыжный курорт в Израиле, на горе Хермон, вот-вот начнёт свою работу сразу после того, как стабилизируется погода. Кроме того, существенно повысился за последние несколько дней уровень озера Кенерет. Это главный источник питьевой воды в государстве, который сильно обмелел за годы засухи. Но самое любопытное последствие, пожалуй, это то, что полностью прекратились беспорядки на палестинских территориях, которые продолжались практически весь последний месяц. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканал Интер.